богата земля русская богатырями непобедимыми и сегодня сей сказ познакомит вас с самым техничным богатырем всех вражин руси попирающего карате мастером алексием гуровым конечно же в серии данных выпусков речь идет исключительно про альтернативно одаренных богатырей которые сами мнят себя таковыми ну а кроме них самих это мнение не разделяет пожалуй никто по ряду очевидных причин и одна из этих причин просто как дважды два только гляньте на технику этого шмертельного мастера карате вот Субтитры сделал DimaTorzok Чувствуете некое родство мастера с другим профессиональным ассасином? Такой ассасин. Ему пофигу сколько людей. Он в толпу забегает и пошел их просто убивать. И пошел. Алексей Гуров по каким-то непонятным причинам на своих видео постоянно мочит каких-то девочек в кимоно. Почему так? Один хуй знает. А он, увы, не скажет. Ай! 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 Успели выстречить? Нет. Очевидно, что дед просто раскидывает слабых и не особо сопротивляющихся девочек предположительно несовершеннолетнего возраста, которые чисто физически слабее. И по какой-то причине дед считает, что такие демонстрации должны убедить зрителя в том, что это мощная техника, которую нужно изучать именно у него. 30-40 лет назад я проводил занятия с тремя группами. Группа была офицеров, группа девушек и группа юношей. Они были сыны офицеров, дети офицеров. Ай! 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 Алексей Гуров не просто тренер чемпионов, но также и писатель. И в 2000-х он написал книгу со странным названием «Самозащита Камве Тапо». Говорят, что книга наполнена до краев фэнтези про древних русов, которые изобрели японское карате и кунг-фу, а затем с помощью секретных джедайских техник одолели рептилоидов в рукопашном бою и спасли весь мир от погибели. Слава роду славянскому! Слава роду Кавказскому! Слава роду Кавказскому! Слава роду Кавказскому! Продолжение следует... Мунчаками делаются не только удары, или колющие, или пробивающие, или такие, или сшибающие, но и делаются болевые. Болевые делаются снизу, оплёт, болевой удар в ноги, или же сверху оплёт, бросок за ногу. Показываю пример. Удивительно, но у мастера есть много учеников, которые на полном серьёзе обучаются у него великому искусству. А если кто-то до конца познает всю суть стиля камвет-тапо, тот получает диплом, который выглядит вот так. А что думаете вы по поводу этого мастера и его школы каратэ? Хотели бы вы познать тайные методики системы древних русов? Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Субтитры подогнал «Симон»!